Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация уже завершается и уже мобилизировано 222 тысячи граждан. Наблюдаете ли вы такие тенденции, что мобилизация на самом деле заканчивается? Нет, не наблюдаем. И вообще всерьез относиться к тому, что говорит Владимир Путин, странно, потому что, собственно, ни слова правды, по-моему, ему сказать не удается. Начиная как минимум с воскресенья и в Петербурге, и в Москве идут облавы, приходят и пытаются мобилизовать людей в общежитиях, и просто хватают на улицы, и приходят к подъездам домов, и, соответственно, люди в группах в WhatsApp, в дворовых чатах друг друга предупреждают, что мужчины не выходите на улицу. То есть никаких признаков того, что мобилизация заканчивается, пока, к сожалению, нет. А есть большая паника среди огромного количества людей, которые не хочут совершенно воевать. Вот тоже буквально свежая новость о том, что в аэропорту Уфы второго пилота рейса Уфа-Анталия забрали в военкомат непосредственно из-за штурвала самолета и рейс задержали на 9 часов. Ну, это вот в тему нашего разговора. А скажите, пожалуйста, имеете ли вы вообще представление, сколько людей могли призвать? Ну, вот Путин говорит 222 тысячи. Вы сами сказали, верить не стоит. Тогда сколько примерно? Вы знаете, не знаю, но очевидно совершенно больше, потому что, скажем, в Петербурге хотели призвать и озвучивали цифру 30 тысяч человек. Сейчас уже просачивается информация, что на самом деле пытаются призвать 100 тысяч человек. Это, конечно, очень много даже для 5-миллионного города. Соответственно, очевидно, что цифры там в 200 или 300 тысяч человек в действительности не соответствуют. При этом, судя по тому, что происходит по всей России вот с насильственной такой мобилизацией, они никак не могут выполнить эти свои плановые показатели. И были уже в воскресенье, были данные, что бездомных в Москве пытались призвать в пункте обогрева для бездомных. Это место, где людям там раздают еду и дают возможность погреться. Ну, вот эти вот истории про попытки призвать в общежитиях всех старше 18 лет, и там до 56-57 там потом отпустили людей, которые старше 50, но сначала забрали их. Ну, то есть очевидно, что эти плановые показатели не выполнены, и сейчас уже, не стесняясь, нарушают, собственно, сама полиция и сами представители военкоматов, нарушают закон даже в части мобилизации. А вот ваша организация, да, «Идите лесом», я так понимаю, звонят туда тоже люди, которых призвали. Вот они звонят и что говорят? За какими советами обращаются? Нам не звонят, нам пишут в Телеграме, в чат-боте, буквально 11 дней, как мы начали людям помогать, уже больше 2700 обращений. Очень разные вопросы. Кто-то просит помочь с тем, чтобы уехать из России легально и нелегально. Кому-то мы даем советы, например, по сдаче в плен, уже было больше 60 таких обращений. Но в основном обращение, значит, вот я подписал повестку, значит ли это, что я там не могу теперь уехать из России, вот мне подсунули повестку под дверь, значит, должен ли я явиться в военкомат, а вот меня уже доставили на сборный пункт, каким образом я могу отсюда выбраться, подскажите, пожалуйста. И мы последние дни, довольно много было людей, которым мы помогали выбраться с этих сборных пунктов. Обращение по поводу того, что человек боится жить по месту регистрации, мы подыскиваем какое-то жилье, где он может, ну, по крайней мере, несколько недель жить не по месту регистрации в большей безопасности. Ну вот такие основные обращения. А скажите, пожалуйста, а обращаются ли те, которые уже, может быть, в Украине или в оккупированных ее регионах? Вот мы только что видели видео. Да, как я говорил, было больше 60 обращений, как сдаться в плен или как дезертировать. Мы давали контакты ВСУ, вот есть чат-бот запущенный ВСУ «Хочу жить». Давали контакты, ну и по мере возможностей как-то делали так, чтобы максимально безопасно эта самая сдача в плен прошла. А скажите, есть ли уже случаи в России, когда арестовывали людей за то, что они игнорировали повестки и мобилизацию? Были случаи, когда людей задерживали. Было одно дело, было возбуждено относительно вот человека, который отказывался явиться в военкомат, но потом это дело было остановлено. То есть сейчас нет как бы уголовного преследования относительно тех людей, которые не явились в военкомат или отказались подписывать повестку. Это пока по-прежнему административное правонарушение в России. Сегодня также я видела, появилась публикация, BBC писала о том, что после 21 сентября погибшие на территории Украины, это 11 человек, тех, кого вот после 21 сентября мобилизовали, и в России 18. Ну, это то, что, я так понимаю, журналистам удалось подтвердить. На деле цифры могут быть значительно выше. Скажите, пожалуйста, обращаясь ли, может быть, к вам родственники погибших? Или, может быть, вы предполагаете, какие могут быть цифры на самом деле? Я, ну, как бы, судя по всему, цифры на самом деле в 2-3 раза выше. Родственники к нам нет, не обращались. А вот, ну, как бы, сослуживцы этих людей нам писали и говорили, что у нас вот тут, значит, человек от инфаркта умер, и вообще, как я могу отсюда сбежать, и что мне будет за это грозить? Вот к нам с этим обращались. Ну, мы при этом, в общем, проект молодой и не очень известный. Ну, то есть очевидно, что таких случаев гораздо больше. Я, наверное, думаю, что больше всего нашу аудиторию волнует вопрос, а протестное настроение есть? Что вы наблюдаете? Протестное настроение есть, и каждый день, собственно, начиная с 21-го числа, ну и до 21-го сентября в России были протесты. Это все, почти все носит характер одиночных пикетов. И люди, которые выходят на эти одиночные пикеты, понимают, что они точно будут задержаны и точно проведут N суток в отделении. То есть это, с моей точки зрения, очень мужественный поступок. Вот. И большинство задерживают там на 10-15 суток, людей сажают, но относительно кого-то возбуждают и уголовные дела. Вот. Так что вот есть такой мирный протест с одной стороны, с другой стороны, вот как вы, наверное, знаете, каждый день есть поджоги военкоматов, и уже, по-моему, больше 70 военкоматов в России было подожжено с начала войны. Но при этом надо понимать, что в России 3-4 миллиона силовиков разных ведомств, это и Росгвардия, это и Следственный комитет и так далее, и так далее. И, ну, конечно, мирные безоружные люди, в общем, не очень могут справиться с такой армией силовиков. Я вот что сейчас подумала, я даже не видела, кстати, сообщений, чтобы призывали силовиков. Я так понимаю, что их пока не трогают, они нужны в России. Да, их не трогают, и даже это от провластных людей звучало, что давайте мы призовем половину Росгвардии, но очевидно, что этих людей режим держат для защиты самого себя, а не для того, чтобы они воевали в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин